В условиях распространения коронавирусной инфекции большинство жителей региона начинают профилактический прием лекарств без консультации с врачом. В некоторых случаях в Волгоградце с симптомами коронавируса или ОРВИ предпочитают не обращаться в медучреждения и занимаются самолечением. Последствия такого решения могут быть достаточно тяжелыми. На сегодняшний день большое количество людей по поводу тех или иных симптомов принимает большое количество лекарств. Текущая эпидемия вирусной инфекции ковида приводит к тому, что люди, у которых просто повысилась температура или появляются симптомы простудного заболевания, или они прочитали какие-то советы и начинают профилактически принимать те или иные препараты. Вот эта ситуация на самом деле достаточно серьезна. Дело в том, что лекарства современные, особенно для лечения коронавирусной инфекцией, они небезопасны. Однако в некоторых случаях надеяться приходится только на себя. Ведь большинство врачей, в том числе узких специалистов, привлечены для работы с коронавирусными больными. Пациенты с хроническими заболеваниями часто не могут попасть на прием к радиологу, невропатологу и другим врачам. У нас остались специалисты в поликлиниках, которые работают, кроме как на коронавирус, в стопроцентных варианте мы поликлиники не сделали ковидными. Хотя есть рекомендации, сейчас в том числе и федеральные, о том, что максимально усилить в плане неотложных бригад по ОРВИ, гриппу, коронавирусу и максимальное количество врачей перевести на это направление. Поэтому мы и узких задействовали где-то, но 100% они не закрыты, и в каждом случае это решается в том порядке, в котором решается. Специалисты узкие как работали, так и работают. Рассмотрели на брифинге и вопрос с распределением бесплатных лекарств среди пенсионеров. Такая система была введена в регионе сравнительно недавно и проходит процесс отладки. Основная масса граждан, которые положено, получает, и система отлаживается. Сейчас она более-менее уже выходит на стабильные показатели. Я имею в виду момент, когда каждый врач понимает, как это работает, потому что достаточно, система большая, и чтобы довести до врача и конкретного среднего медицинского работника, как там забирать, где и что делать, требуется время. Но она уже прошла, это время, и я думаю, что постепенно налаживается, такие обращения их все меньше. Среди волгоградцев вызывают беспокойство и отдельные вспышки коронавируса в лечебных учреждениях, школах и детских садах. Напомним, сейчас в образовательных учреждениях региона частично введен дистанционный формат обучения. Николай Алимов прокомментировал и этот вопрос. Мы сейчас более-менее научились работать уже с, в принципе, с такими случаями. И специалисты соцзащиты уже в этом плане подтянулись, потому что в каждом интернате медицинские работники имеются в штате. Они уже более-менее самостоятельно научились справляться с этой ситуацией. И об этом говорит сейчас и главный санитарный врач страны о том, что если возникают очаги в организованных коллективах, где граждане постоянно пребывают, естественно, там проводятся эпид-расследования, определяются мероприятия, исключающие дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. В связи с ростом заболеваемости в регионе усилен контроль за соблюдением масочного режима. Для пожилых людей режим самоизоляции продлен до 15 ноября, а предприятиям рекомендовано перевести часть сотрудников на удаленную работу. Только ответственное отношение волгоградцев может помочь стабилизировать ситуацию.